всем привет друзья сегодня мы будем рисовать щенка щенка немецкой овчарки он будет маленький маленький симпатичный щенок очень забавный да будем рисовать его гуашью нам нужно будет приготовить соответственно гуашь кисточки карандаши и так мы начинаем сегодня будем рисовать собачку щенка щенка овчарки нам понадобится лист бумаги карандаш краски естественно стаканчик воды и кисточки 3 кисточки пошире среднюю ну и потоньше у меня такие вот кисточки нам пока не нужны как откладываем сторону и сначала будем делать предварительный рисунок карандашом чтобы нам потом раскрасить чтобы все у нас получилось для начала намечаем голову голова будет состоять как бы из-за видишь но окружности виде окружности мы ровно в середине листа серединке листа можно лист кстати разделить вертикально и горизонтально по центру и где-то здесь посерединке будет вот такой круг большой круг окружность даже не круг а немножко как бы овал овал он такой немножко наклонен немножко смещен в левую сторону то есть вот здесь вот здесь расстояние больше немножечко чем вот здесь немножечко сюда и побольше вместо оставьте будет ухо вот после того как нарисовали круг под кругом снизу рисуем небольшой четырехугольник сужающийся кверху как трапеция вот здесь вот и вот так где-то у нас будет туловище и тут же будут лапки вот так вот здесь можно закруглить углы можно сразу наметить наметь две лапы вот здесь будут две лапище тут одна ресторая лапище и маленькие кружочки вот здесь вот ну и потом когда краской будем кисточками это обрисуем нам будет потом все это более понятно и видно показываю все немножко смешано влево вот сюда видите вот здесь больше места тут по сравнению с этим видите то есть тут где-то три пальчика влезет а здесь целая ладошка влезает сюда теперь вот этот круг наш голову нашу голову мы по диагонали разделяем напополам не вертикально а а по диагонали вот так потому что у нас голова собачки имеют наклон но наклонена в эту сторону поэтому мы делим ее пополам с наклоном сразу наметим ушка ушка как продолжение вот этой линии пойдет наверху туда немножечко по направлению и вот сюда поворачиваем вот такое треугольное ушко здесь можно контур овальный сделать и вот такое ушко получилось потом мы шерстью распушим все будет красиво и сразу второе ушко с правой стороны она похожа на котлету вот такая котлета котлетосина вот такая висит здесь кончик немножечко застрелитесь вот так вот она свисает вот здесь довольно низко ниже ниже середина вот этого круга она ниже сюда свисает сделали идем дальше теперь рисую мордочку вот если этот круг разделить пополам вот так еще крест на крест вот то вот эту часть мы делим еще раз пополам пополам еще раз вот видите здесь равная часть здесь у нас будут глазки на этой линии но сначала мордочку делаем мордочка будет вот здесь вот внизу вот такой вот овальчик здесь рисуем лишние линии можно стереть резинкой вот здесь овальчик чуть ниже вот этой линии овал мы рисуем вот вот он у нас овал это мордочка и где-то здесь будет у нас нос тоже овал вот он от этой мордочки немножечко наверху такими линиями нарисуем вспомогательными не как бы сужаются кверху вспомогательные вот эти линии и вот теперь здесь у нас посадится глаза здесь уже понятно где у нас глаза вот вот такие глаза один круг и второй круг это наши глаза но не наши вернее собаки лишние теперь можно стереть вот эти шурушки от резинки можно кисточкой смахивать рукой не смахивается можно кисточкой смахивать сухой вот смахнули стало чисто теперь когда мы нарисовали наметили мордочку собаки посадили глаза у нас получилось уже теперь видно что у нас собачка наклоняем голову в бок да и теперь здесь можно зрачки еще прорисовать сразу вот у нас тут зрачки это маленькие кругляши внутри вот этих больших наших кругляшей потом будем раскрашивать мы еще откорректируем то у нас более точно было носик можно поправить он такой не совсем овальный он такой немножечко заостренный как будто книзу вот и вот здесь такую линию вот он такой лишние линии стираем нам не нужны смахиваем все это мусор по сторонам смахиваем можно подуть вот собачку нарисовали вернее построили основные элементы нашего будущего рисунка нос глаза мордочка овальная наметили дегут лапы туловище и два уха теперь можно приступить к раскрашиванию нам нужно сразу взять широкую кисточку самую большую вот это нам понадобится черный цвет черный цвет и охра нам понадобится черный и охру мы сейчас с вами размешаем в какой-нибудь кровь крышечки мы сделаем такой серо-серый черный цвет что нам сильно черный не нужен ну размешаем сделаем два цвета серый темно-серый нам нужен для этого возьмем белый сначала берем сюда белый и тут у меня уже черный есть мы с черным замешиваем получается серый можно добавить вот это серый цвет это будет шерсть у нас серая сначала и начинаем полусухой кисточкой полусухой сильно мокрой кисточки не должна быть полусухая можно это потыка чтобы она немножко распушилась и самым кончиком от серединки начинаем раскрашивать рисовать шерсть вот полусухой чтобы получилось ощущение пушистости и вот так вот начинаем раскрашивать красим 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 около глаз аккуратненько проходим и вот такими движениями видите получается эффект шерсти пушистая полусухая кисточка дает такой пушистый эффект такой шерсти и вот так вот закрашиваем всю 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 голову закрашиваем справа слева около глаз аккуратненько будем и закрашиваем и закрашиваем обязательно не забывать кисточка полусухая иначе шерсть не получится полусухая вот так здесь не красим перимодочку не из мордочки не не пушим а вот такой аккуратно проходим здесь вот и наверх а уже наверх уходим вот сюда мы это пушим распушаем еще полоносик тоже аккуратно проходим и закрашиваем точно так же теперь внизу здесь вот будет грудка грудка мы не трогаем пока мы закрашиваем вот здесь вот под грудкой вот так видите получается очень красиво шерсть настоящая до конца тоже не доводим здесь у нас будет охра коричневым цветом теперь ухо сначала вот это ухо тоже здесь у нас будет охра мы это не трогаем и пушим вниз вниз распушаем вниз 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 это муха прилетела ко мне вот это сюда так сделали и верхние ушко тоже вот так распушили теперь можно немножко добавить черного побольше и добавим так сказать объем то у нас сейчас она как бы плоская получилась сейчас мы черным цветом немножечко ее добавим объема добавляем черного цвета в нашу краску серого почерним чуть-чуть ее во 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 вот так добавляем нажавляем и чуть-чуть почернили и вот отсюда вот от серединки делок идем наверх вот так вот почернили здесь сразу можно ушко вот здесь вот с краю добавляем черноты полусухой полусухой мокрит не надо а то у вас будет мокрая ну красиво будет носки будут крепкие жидкие такие а у меня сейчас тонкие-тонкие легкие мазки по форме шерсти как форма как шерсть полчаса волоски шерсти стараемся распушать чуть-чуть самым кончиком кисточки самым еле-еле касаясь распушаем так кончик уха пушистый стал видите получается у нас объем сразу появляется голова становится круглой как будто так с этой стороны немножко на ухо залезаем так здесь распушаем около глаз можно тоже добавить пушистости над глазами вот здесь вот здесь вот около глазок вот здесь обязательно надо справа и слева подпушили и мордочку потемнее сделаем около носа у них там обычно темное место ну у некоторых собак нос бывает белый у нас на рисунке черное-черное подчерняем носик вот так теперь внизу тоже черного добавляем объема так справа и слева между лапок вот тут вот что получается у нас вот с черной шерстью мы почти что закончили нужно кисточку вытереть теперь помыть и вытереть залезаем белый цвет и чуть-чуть капельку сюда опять черного возьмем чуть-чуть и здесь где грудка перемешаем и вот так вот грудка самое светлое место здесь у нас тоже вот так вот пушим белым цветом грудка у нас белая ну как белая серая светло светло-серая немножко белого добавим капельку сюда вот так ну класс вот а теперь считается у нас охра залезаем в охру горчичный цвет это охра называется горчичный цвет немножечко с белой можно в крышечке развести чуть-чуть она такая будет бело-коричневая светлая охра видите я в воду не залезаю практически и начинаем рисовать теперь этой краской вот здесь вот ушка начинаем пушить точно так же и немножко залезаем на серое вот 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 второе муха спешим здесь можно белого добавить такого сероватенького вот так серый белый все-таки овчарка у нас вроде бы как не такая серо серо-белая шерсть на светлых частях это же охра мы рисуем вот здесь под этим глазингом подлево аккуратно и распушаем сюда делаем пушистую шерсть вот так пушистая пушистая шерсть чуть-чуть белого совсем охрая не надо чуть-чуть с белым и вот этот глаз аккуратненько глазик обходим мордочка здесь и рост пушистая так 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 в белый залезли хорошо и здесь немножко посветлее под глазиком может посветлее так и вот здесь посветлее получается у нас вот эти под глазами чуть-чуть посветлее получилась шерсть а здесь внизу потемнее там тень здесь уже белого добавляем потому что падает цвет туда где падает цвет там шерсть светлее получается так теперь белым с небольшим серым цветом мы рисуем над глазами здесь вот аккуратненько пушим чуть-чуть чуть-чуть и с этой стороны это я взял белый цвет белый серым а теперь в уху залезаем здесь уже пожелтее здесь у них тут такие пятнышки нам глазами как бы как бы брови получается вот так капельку белого сюда добавим вот и совсем сухой уже почти что полуполусухой а нет пока нос не трогаем перейдем к лапам лапа мы совсем забыли про лапы добавляем белого в охру разбавляем и делаем лапы вот прям тут так все замазываем густо-густо прям закрашиваем так немножко черного можно добавить потемнее чтобы здесь тень будет а потом светлым высветлим и вот здесь вот немножко где она сидит там у нас темная шерсть потому что тень вот здесь на этом этапе можно кисточку конечно потоньше взять потому что широкие кисточки здесь уже неудобно рисовать лапы мелкие и широкой кисточкой не зарисовывается вот здесь одну лапу переднюю белого добавим передняя лапа появилась у нас и вторая лапа появилась вот так пушим пушим распушаем где-то здесь задняя одна шарик такой и здесь еще одна вторая шарик и теперь совсем уже полусухой кисточкой охрой широкой вот я возьму вот здесь где мордочка просто слегка слегка пройдем здесь 2 и 2 заметно там тоже светлая часть у него на носике шерстяная корректируем немножечко все кисточку вытираем вторую кисточку тоже вытираем полощем сейчас будем рисовать глаза нос и лапы глаза берем белый цвет капельку капельку чуть-чуть черного чуть-чуть это будет светло-светло серый цвет и закрашиваем вот это вот все наши наши кружочки полностью закрашиваем вот этим цветом аккуратно и второй точно так же закрашиваем закрасили теперь пусть это сохнет мы нарисуем нос черным цветом вот это где у нас нос мы прям закрашиваем черным черным цветом этот овал вот закрасили черным цветом теперь пока у нас черный цвет на кисточке мы рисуем здесь глазах второй кружочек поменьше это будет зрачок черным цветом черным цветом тонкой кисточкой черный цвет вот вот кисточкой вот цвет даже в серый и мы нарисуем реснички нисички вот здесь тень такая в глазах у него глазках черным цветом вот тут закрашиваем 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 и вот сюда сюда глазки как бы мы подчеркиваем контур глаз тоненькой кисточкой здесь аккуратно аккуратно проходим толстые линии не надо тонкой линии прорисовываем тонкой тонкой линии вот такая вот здесь тень серым цветом мы добавляем здесь теньку и второй глаз также черный цвет аккуратно контур глаза обводим это у нас верхняя века получается здесь сверху и снизу здесь тоже добавляем чуть-чуть самым самым кончиком проходим поближе покажу самым самым кончиком здесь и вот тут контур мы прошли нас получились такие глубокие глаза как будто они немножко там глубине такие объемные печальные глазки почему-то этой собачки нас печальные глаза не знаю почему такая собачка у нас грустно она может быть не нашла еще себе хозяин не знаю здесь я нос немножечко корректирую чтобы здесь границы явно и не было нос на мордочку чтобы плавно переходила эти границы немножко смазываю раскушаю тоже пока у нас сохнут глазки пока сохнут глазки можно тонкой кисточкой полусухой залезть в серый цвет который мы навели в крышке и нарисовать на лапках здесь пальчики здесь маленькие пальчики полукруглые даже пожиже воду возьму добавлю вот одна лапка пальчик второй пальчик и здесь у нас также один пальчик вот и ноготки нарисуем ноготки просто кончиком то что кончиком кисточки добавим сюда хоп 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 и хоп и с этой стороны хоп 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 и хоп вот такие маленькие ноготочки тем временем пока все это основное сохнет мы возьмем красный цвет чуть-чуть и с белым цветом его немножечко разведем красненький с белым совсем чуть-чуть нам надо красный с белым что получился розовый этим розовым и нарисуем лапки вот здесь такая пяточка розовая подушечки пальцев на ногах здесь 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 можно же поярче это не видно на шерсти у нас вот и с этой стороны тоже такая же здесь сначала кругляшок это пяточка и пальчики сверху 1 2 и 3 такие кругленькие кругленькие кругляши теперь более темной краской красной можно немножко так снизу их обвести будет объем вот добавили объем этой же краской немножко сползнуть вот этой же розовой можно немножечко вот мухи добавить мушка добавить там у него кожа розовая кожа ушки можно чуть-чуть добавить капельку розово ушки все-таки маленький щенок у него еще ушки розовые там внутри шерсть розовая да вот так с розовым закончили кисточка спала с ноги теперь у нас подсох уже и нос и глазки давайте разберемся с носиком берем белый и чуть-чуть в серый цвет залезаем делаем серый и делаем ему блик на носу здесь вот такой вот такую улыбочку нарисовали как бы кап и здесь чуть пониже тоже вот это вот мы пятачок вот этот он немножечко серым цветом мы его покроем вот так тоже улыбочку рисуем серым цветом наверху вот этот блик ярче белым можно добавить это просто серым теперь идем в глазки тоже серым цветом мы рисуем вот эту верхнюю часть вот здесь вот где у нас круг был тоже серым цветом вот так вот выделяем просто одним движением раз и здесь также раз сереньким так раз видите это у нас получился верхний блик от солнышка свет сверху падает получился у нас верхний блик полоскаем залезаем в охру нашу любимую сегодня вы рисовали много охрой горчичным цветом и точно такое же снизу улыбочку делаем вот здесь и здесь блики нижние они отражаются них отражается шерсть вот эта которая под глазками шерсть она отражается сполоснули и берем белый прям белый и кончиком кисточки набираем белый цвет и кончиком кисточки делаем вот сюда блик такой белый хоп один и второй у нас кружочек получился можно рядышком еще маленькую капельку поставить раз и сюда можно поставить два и сюда и сюда получились очень влажные и блестящие глаза видите мы поставили точку сюда блик сюда как бы двойной большой и маленький кружок большой и маленький кружочек и вот здесь вот маленький в углу и вот здесь маленький в углу кисточку вытираем и залезаем в черный цвет и черным цветом и сам здесь два кружочка здесь кружочек и вот здесь кружочек это ноздри на носу нашего щенка ноздри и палочку такую между ними вот нарисовали от этих кружочков вот такая запятушка наверх и вот здесь запятушка наверх идет эти кружочков вот и пока у нас черная краска на кисточке мы рисуем ногтики сразу на лапках здесь вот здесь вот и вот здесь тут и вот тут сразу ногтики нарисовали у нас щенок почти готов щеночек у нас готов почти осталось нам нарисовать только мелкие детали шерстинки усики добавить где-то волоски тоненькой кисточкой по мелочам чуть-чуть чуть-чуть где-то добавить возьмем серый цвет и тонкой кисточкой вот здесь нарисуем усики добавляем вот так вот раз очень-очень тоненько усики добавляем раз два сюда давай вот так усище у наших собаки усище вот такие усище торчат вот вот здесь можно где-то добавить таких черных волосков в ухо и по всей по всей территории по всей площади по всей фигурке вернее можно добавлять такие волоски здесь вот тут торчат где-то тут где-то здесь могут торчать волоски вот тут в ушках можно немножко белых добавить чуть-чуть шерстинок белых вот тут где-то здесь можно по добавлять чуть-чуть шерстинок в охру залезем охристых тоже можно по добавлять шерстинок сами смотрите где вот вам не хватает шерсти пушистости там можно добавлять пальчиком растереть если где-то сильно много вот такой получился у нас классный щенок где-то черного еще добавим вот таких торчат тоже непослушные некоторые волоски выбиваются вот так здесь здесь тоже вот торчат волоски какие-то некоторые тут где-то здесь над бровями можно добавить волосков черных ну вот получился вот такой у нас щеночек естественно каждую картину свою надо подписывать вот мы подпишем ставим подпись и все картина готова давайте ближе подведу покажу детали еще вот мы добавили усы и где-то волосков в ухе можно добавить волоски где-то здесь где-то вот тут торчат охрой беленьким или черным вот здесь тонкой-тонкой кисточкой здесь-здесь-здесь на лапках вот здесь вот можно добавить обязательно рисуем ногтики не забываем ногтики на лапах пальчики на лапах вот такой вот щенка щенка мы сегодня с вами нарисовали я надеюсь у вас все получилось все спасибо всем за урок на этом наш урок окончен до свиданий до свидания Продолжение следует...